Всем добра, творцы! Как всегда, с вами Маэстро Ирдис, и мы продолжаем пилить бочкомолот по концепту Ивана Кунакха. Перед тем, как перейти к видеоролику, хочу выразить отдельную благодарность всем тем, кто оставляет комментарии, делится своими впечатлениями. Это придает сил двигаться вперед, не останавливаться на достигнутом, и понимать, что все, что я делаю, я делаю не впустую. Также, пользуясь случаем, хочу напомнить о том, что был поднят из пепла телеграм-канал. Все ссылочки будут в описании. Ну а мы переходим к теме видеоролика. Всем еще раз привет! Мы с вами продолжаем пилить бочкомолот по концепту Ивана Кунакха. И в этом видеоролике мы с вами займемся запечкой текстур с высокополигональной модели, всей детализации на нашу низкополигональную модель. Делать мы это будем в программе Marmoset Toolbug, поэтому переходим в нашу программу Marmoset. Если в конце предыдущего видеоролика вы выгрузили модели, у вас должно быть две модельки. Название нижнее подчеркивание High и такая же моделька нижнее подчеркивание Low. Низкополигональная моделька будет весить совсем мало, высокополигональная моделька будет весить гораздо больше, в зависимости от объема вашей геометрии, от количества, скажем так, геометрии и от детализации. То есть, если у вас в сцене, допустим, там 8 миллионов или там 3 миллиона полигонов, то, соответственно, и модель будет весить соответствующе. Итак, открыли Marmoset Toolbug. В Marmoset можно проводить рендер. О рендере мы, скорее всего, поговорим в конце, уже после того, как проведем и запечку, и текстурирование, и выгрузку текстур, и так далее, и тому подобное. И немножко поговорим о рендере, чуть-чуть совсем, как можно поставить рендер в Marmoset. Но сейчас мы его используем как Bake, то есть для запечки наших текстурных карт. Во-первых, создаем Bake проект, то есть, открыв сцену, то, что вы увидите, это базовые параметры рендера, базовую камеру, которая есть, и базовое небоокружение, скажем так, вашей сцены. Эти параметры для нас сейчас значения никого не имеют, нас интересуют параметры запечки. Поэтому для создания нового проекта запечки нажимаем на вот эту клавишу, она похожа на какой-то там типа хлебушек, то есть, как бы, Bake печка. Нажимаем, у нас появляется в нашей сцене Marmoset новый Bake Project. По умолчанию здесь есть две группы, группа High и группа Low, но пока что в этих группах ничего нет. Нам необходимо загрузить сюда наши модели. Ниже есть меню параметров нашей запечки, чтобы вы не путались, чтобы вы не теряли параметры. Когда вы переключаетесь к параметрам, точнее к объектам Bake, вы будете видеть вот здесь параметры элементов вашей геометрии и их оффсеты, настройки и так далее. Для того, чтобы увидеть параметры запечки, необходимо выбрать сам проект запечки. Для этого нажимаете на ваш Bake Project и вы увидите параметры самого проекта запечки. В настройках проекта запечки, блоке Geometry, находите пункт Cube Loader, то есть быстрый загрузчик. Нажимаете на клавишу Load и в выпадающем меню в поисковике находите те модели, которые выгрузили для запечки VWBX. Вот наши модельки Hammer, Low и High. Выбираем их и нажимаем на клавишу Открыть. Marmoset немного подумает в зависимости от объема и сложности геометрии и загрузит ваши модели. Проект также разобьется на части. Каждая часть, которую мы создавали, допустим наша база, то есть сама база нашей бочки. Внутри она содержит высокополигональную часть High и низкополигональную часть Low. Нам сейчас необходимо скорректировать оффсеты, то есть отступы для правильной запечки, чтобы не было черных артефактов, то есть ошибок при запекании наших текстурных карт. Давайте в паре слов о навигации. Навигация в окне вьюпорта немножко отличается от того же блендера. Здесь для того, чтобы перемещать камеру в перспективе, необходимо зажать клавишу Alt и колесико мыши. Зажимая Alt и колесико мыши, мы можем перемещать нашу камеру. Для того, чтобы вращать нашу камеру, нажимаем на клавишу Alt и на мышь, левую клавишу мышки. Колесико перемещаем, вращение колесиком это зум, левая клавиша мыши это вращение. Все с зажатым Alt. Итак, по умолчанию Marmoset показывает нам низкополигональную нашу модель. Мы можем отображать и отключать низкополигональную, высокополигональную, либо показывать и ту, и другую. Сейчас отключим низкополигональную модель, для этого нажмем на клавишу L. И покажем нашу высокополигональную модель, для этого нажмем на клавишу H. Теперь постепенно каждый элемент, на каждом элементе нам нужно будет скорректировать параметры оффсета. Во-первых, сначала, чтобы случайно не потерять прогресс, сохраним наш проект. Теперь выбираем нашу базу. Для того, чтобы переключиться к работе с базой, достаточно, точнее с любым другим элементом, можно выбрать его в окне вьюпорта. У вас автоматически развернется папка с данным объектом. Здесь выбираем низкополигональный флоу нашей геометрии. При этом, вокруг нашей высокополигональной геометрии появится такая прозрачная призрачная сетка нашей лоу-польки. Наша задача сделать так, чтобы оффсет был минимальным, но таким, чтобы вот этот оффсет низкополигональной геометрии полностью покрывал нашу хай поле. То есть, не было пересечений. Давайте сейчас я уведу его в минус. И можете обратить внимание, вот видим, у нас появились вот эти бледные переходы, засветы, которые были на нашей геометрии еще в блендере. Таким образом, мы можем визуально понять, насколько большой оффсет нам нужно создать. Для того, чтобы скорректировать оффсет, нам необходимо корректировать два параметра. Минимальный оффсет и максимальный оффсет. Минимальный оффсет лучше какой-то выставлять. То есть, какой-то минимум поставить в любом случае стоит. Максимальный оффсет стоит выставлять таким образом, чтобы вот эта призрачная лоупольная геометрия полностью покрыла нашу бочку и не было вот этих пересечений. Смотрим на геометрию. Если вот этот прозрачный фейс низкополигоналки перекрывает высокополигональную геометрию, значит этого достаточно. С бочкой закончили. Можем спрятать ее пока, чтобы она нам не мешала. Дальше обода. Выбираем обода. Переключаемся к работе с низкополигональной сеткой. Увеличиваем чуть-чуть минимальный оффсет. И уменьшаем максимальный оффсет. Обращая внимание, смотрим, чтобы не было вот этих вот как раз там переходов. В принципе, у нас проблем здесь с ободами не было, поэтому здесь минимальный и максимальный оффсет можно сделать чуть меньшими, чем на бочке. Как только закончили, скрываем, чтобы не мешало. То же самое делаем с заклепками. Низкополигональная модель. Чуть-чуть подкручиваем минимальный оффсет. Уменьшаем максимальный оффсет. Как только закончили, скрываем. И то же самое проделываем со всеми остальными частями. На ручках и элементах, где у нас находятся заклепки, возможно придется добавить. Оффсет чуть-чуть побольше, чтобы вот эти элементы не создали артефакты. И клепки тоже запеклись на нашу геометрию. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok После того, как закончили работать со всеми элементами, в процессе не забывайте обязательно сохранять проект. Можем точно так же, как и в блендере, быстро вернуть визуализацию отображения, зажав клавишу мыши на одном из глазиков, и вернуть отображение визуализации всех наших элементов. Возвращаемся к нашему бейк-проекту. Скрываем нашу высокополигональную модель и отображаем нашу низкополигональную модель. Мы, конечно, могли бы попытаться запечь все карты сразу, но если вдруг мы где-то не угадали или не увидели, ну точнее говоря, пропустили где-то пересечение, это станет сразу видно на запеченных текстурах, появятся такие черные неприятные артефакты. Поэтому первоначально всегда предлагаю производить предварительный бейк-превью в разрешении низкого качества. Для этого проверяем параметры, можем поставить заниженное разрешение, допустим, запечь в разрешении 1024 на 1024 пикселя, и уменьшить, допустим, формат, хотя здесь и так, в принципе, все стоит по минимуму. Для того, чтобы нормально понять, что запеклось нормально и есть ли артефакты, будет достаточно двух карт. Это карта нормали и карта ambient occlusion, то есть карта затенений и засветов ребер. Подключили вот эти две карты в блоке maps, и можем сразу нажать на клавишу превью. Таким образом, Marmoset, скажем так, заранее сделает небольшую превью запечку в низком разрешении, которое мы указали. Нажимаем на клавишу превью. По завершении процесса запечки мы автоматически увидим запеченную текстуру на нашей низкополигональной геометрии. То есть сейчас мы видим всю фактуру, которую мы создали на нашей высокополигональной бочке. Мы видим на низкополигональной геометрии, но в качестве текстуры. Сейчас наша задача посмотреть на всю геометрию и убедиться, что нет нигде неприятных черных пересечений, то есть что мы везде угадали с оффсетами и нигде не сделали ничего лишнего. Если никаких артефактов и черных пересечений нет, значит мы везде оффсеты выставили правильно и можем запечь наши текстуры в полном разрешении, ну или собственно в том разрешении, в котором нам это необходимо. Я сделаю дополнительную запечку в чуть большем разрешении, чем конечную текстуру. Запечку я произведу в разрешении 4096 на 4096, но финальную текстуру мы будем делать в 2К. С параметрами можно поиграться и посмотреть на результат, то есть вы можете посмотреть на разницу вывода и на то, как некоторые параметры, основные, которые используются при запечке, это количество сэмплов при запечке, это формат вывода текстуры, то есть количество битов на канал и разрешение текстуры, которые вы запекаете. Запекать мы будем несколько карт. Для того, чтобы работать с генераторами в Substance Painter, нам понадобится не только карта нормали и Ambient Occlusion, но помимо этого также нам понадобятся карты Normal Object, то есть World смещения, карта Курватуры, то есть карта Кривых, помимо этого нам понадобится подключить еще дополнительные карты. По умолчанию они могут здесь не отображаться. Для того, чтобы найти дополнительные карты для подключения, нажимаем на клавишу Configuration и здесь в блоке Surface нам необходимо подключить несколько дополнительных карт, а именно Position и Thickness. Мы будем запекать 6 карт. Normals, Normal Objects, Position, Курватура, Thickness и Ambient Occlusion. После того, как вы выбрали все параметры, настроили все параметры, еще раз нажимаем на клавишу, но уже не на клавишу Preview, а в данном случае на клавишу Bake. Если б мишки были пчелами, никогда и нипочем строить бы не старее на деревьях дом. После завершения процесса запечки можете повторно нажать на клавишу Preview. Если по умолчанию set текстур не обновился и посмотреть на то, как изменилось качество запеченных текстур. Также, если вдруг понадобится необходимость вернуться к данному Bake проекту, обязательно сохраняем его. И на этом наша работа над запечкой текстур для последующего текстурирования в Substance Painter закончена. Всем спасибо за внимание. На этом наш урок подошел к концу. В следующем ролике мы с вами займемся текстурированием в Substance Painter. Ну а я желаю вам всем успехов во всех ваших начинаниях. С вами был Маэстро Ердис. Удачного киберкрафта!